Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вам не сложно, если вы все равно меня смотрите, очень было бы мне приятно, если вы нажали бы кнопку подписаться. А мы с вами начинаем. Сегодня у нас с вами мукпанг. И немного, если честно, этот заказ меня разочаровал. На фотографии вот эта красота выглядела совершенно по-другому. То есть это я думала, что будет такая булочка. Оказалось, что вот. Тут просто сыр и вот такой вот тостер. Я решила попробовать то, что я никогда не пробовала в меню. И вот, пожалуйста, результат. Это просто сыр и две булки, которые просто лежат друг на дружку. Но неплохо. Так, есть можно. Здесь у нас наггетсы. Я взяла кофе себе. Обычный черный с молоком. Или как? Ну да, вроде с молоком был. Хотя он такой темный, такое синий, что просто черный. Вчера что-то сидели с мамой и разговаривали по душам, о том, о сём. Вспоминали моё детство. Мама всегда меня хвалит. Ей всегда говорит, что в детстве ты была таким умным ребёнком. Никогда не хулиганила. Всегда думала, прежде чем что-то делать. И мама мне задала вопрос и говорит, Тайка, что ты в каждом банке одно и то же рассказываешь. Столько интересных историй было в детстве. Я реально не помню, что я рассказывала, что нет. Абсолютно искренне вам говорю. Но с другой стороны, то, что я рассказываю одни и те же истории в точных подробностях, это свидетельствует о том, что эти истории я не придумываю. Это, конечно, я считаю, большой плюс для меня и для вас. Вы можете мне доверять в этом плане. Мама мне рассказала ситуацию, связанную с ней. И не то, что попросила рассказать. Напомнила об этой ситуации. Я подумала, реально надо рассказать. Мама, когда была подростком, они жили очень хорошо. В те времена у её отца была машина. До тех времён машина это был уже, знаете, такой уровень зажиточных людей, у обеспеченных людей была машина. Мама была самая младшая в семье. Она даже родилась поздним ребёнком, так скажем. Уже все братья, сёстры, все создали семьи. И тут родилась мама. Моя мама зовут Гюля. Её назвали в честь бабушки. То есть папиной бабушки. Ей покупали абсолютно всё, что она хочет. Жили в деревне. Несмотря на это, она ходила. И в брюках, и в джинсах обсягивающих. И топики всякие. Любой её каприз выполнялся. И мама говорит, что... Она каждый раз просила папу, просила своего брата, чтобы они ей покупали бижутерию. И она говорит, что каждую вещицу два-три раза надела. И всё. Выбросила. Дядя, например, ездил в Монголию. Оттуда ей привозил разные там красивые вещички, браслеты, одежда. И просто потом, когда мама повзрослела, когда у неё появились какие-то сложные моменты в жизни, она просто начала задумываться, вот нафига столько денег было потрачено в те годы, когда была возможность купить супердорогие какие-то вещи. Можно было купить что-то золотое. И это бы мне осталось бы на память. И в трудную минуту я бы могла бы продать. А бижутерия что? Отсюда купил, там почернел, выбросил. То есть жили очень хорошо и спокойно. Могли купить себе что-то из золотое. Раньше там телефонов, планшетов, всяких таких вещей не было. И потом, когда я была подростком, мне было, наверное, 14-15 лет, я скупала тоже так же, как мама, куча просто бижутерий, там всякие висячие серёжки, огромные браслеты, кольца. Но мне через 2-3 дня не надоедало. Я прям носила их. И один раз мама меня посадила, вот как сейчас это помню. Мама говорит, айка, то есть в моей молодости я уже допустила эту ошибку. Кучу денег просто просрала на бижутерию. Чем покупать 3-4 изделия, лучше купи одно маленькое, но золотое. И первая моя цепочка, и первое мое кольцо купила мне мама. И как бы положила своеобразное начало к моей любви к золоту. Вы знаете, тогда золото не стоило таких баснословных денег. И дело тут не в инфляции. Например, за цену трёх каких-то штучек из магазина Аксессуарис можно было взять одно какое-то маленькое кольцо. Да даже 5 лет назад. За 5 лет не произошла такая, знаете, мега инфляция. У нас получается в 3 раза золото подорожало. В 3 раза за 5 лет. И вот с того момента я начала уже сама ходить и покупать себе небольшие какие-то ювелирные изделия. Колечко там 1,5 грамма, небольшой кулон какой-то, цепочка. Вот цепочка у меня, кстати, есть до сих пор. Это, наверное, третье ювелирное изделие, которое я купила сама себе. И сейчас наверняка многие напишут в комментариях, что все равно золото покупаешь по одной цене, продаешь намного дешевле. Пример, возьмем телефон. Куплен за баснословные деньги. И что, когда вы его продаете, вы продаете по той же цене? Нет, конечно. Или машина. Машина, когда выходит из салона, точнее, выезжает. Она теряет в цене минимум 20%. Кстати, вкусно, мне понравилось. Сыр такой, знаете, нежный-нежный, прям нежнятина. Понятное дело, что сразу, как только вы вышли из ювелирного магазина, сразу вы заходите в ломбард и продаете. Это нелогично, во-первых. Во-вторых, вы еще носите это украшение как изделие. Это же не только вложение, прям, да, денег. Например, телефон. Сегодня вы его купили за тысячу долларов. А через пять лет все, выбросили. И вот каждый раз я покупала небольшое какое-то изделие. Откуда у меня деньги? Папа каждый раз, когда приезжал из поездки, давал мне деньги. То 500 рублей, то 100 рублей. Мне и брату. Брат тратил на кино, домино, не знаю, всякие такие вещи. А я покупала золото. Я очень любила свою эту коллекцию. Там были небольшие украшения. И в трудный момент жизни, когда у меня, у брата, были проблемы со здоровьем и срочно нужны были деньги, я как бы все это продала. И продала намного дороже, чем купила. Естественно, я, знаете, покупала, когда золото стоило 500-600 рублей за грамм. А продала, как сейчас помню, за 42 моната грамм. 42 моната, но это где-то 2000. 2000 за грамм. Поэтому, собственно говоря, я и люблю золото. С Алиэкспресс покупала мешками. Просто в шкатулке лежало это все, почернело. Прикиньте, ни разу не носила. Единственный момент в Азербайджане, который мне не очень нравится. Я, например, последнее время хочу покупать изделия, которые еще и хорошо весят. Не только выглядят красиво, но и имеют определенный вес. Здесь очень много изделий, которые на первый взгляд кажутся огромными изделиями, а ты просто так берешь в руки. Это тебе напоминает просто алюминием. То есть, заводы специально так делают, А в приложении Sunlight там есть категория пустотелые, полновесные. Я сразу выбираю полновесные. Пусть даже небольшой будет изделий, небольшой какой-то браслетик, то есть тоненький, но чтобы имел вес. Мама в детстве мне было 14-15 лет, даже врум, даже 13, и мне хотелось краситься, и вы знаете, даже в этом мама меня не ограничивала. То есть, он мне говорил нет, еще рано, не красьте, сколько тебе лет. В любых моих начинаниях мама меня поддерживала. Первую мою палетку от Ruby Rose. Она выглядела вот так, если у кого-то была такая, что пишите в комментариях. Как сейчас помню, я прям, знаете, у меня такое яркое воспоминание из детства. Я помню этот прилавок, сколько там палеток лежало, какие они были. Я помню этот день, как мы пошли и за 30 рублей купили вот эту вот палетку. не знаю, я помню. я поменяю свое мнение, но когда у меня будет ребенок, я бы хотела быть ему прежде всего подругой, а потом уже мамой и так далее. и еще у меня появилась недавних пор такая мысль, я как бы очень хотела, чтобы мой ребенок где-то до 7 класса учился в общеобразовательной школе, а потом уже перешел на домашнее обучение. Помните, я вам рассказывала про интернет-урок? Вот что-то такое, возможно, не интернет-урок, а какая-то другая, какая-то другая платформа. суть, чтобы не я ходил в школу, потому что вот этот буллинг меня не очень устраивает. зачастую дети даже не рассказывают о том, что происходит в школе, как их там обижают и все такое. Было обалденно вкусно, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Очень буду рада, если вы напишите мне какой-то комментарий, связанный с вашей жизнью, с вашим детством. Возможно, вы тоже любите золото, пишите обязательно внизу. В ближайшее время должен приехать папа, но я, скорее всего, поеду в деревню и там, наверное, засниму для вас видео, потому что он еще долго будет в деревне, а я хочу заснять для вас видео про ювелирные изделия, которые я купила. Там их столько, вы просто офигеете. На этом все, всех люблю, пока!